Музыка Жители Новошахтинска обеспокоены ситуацией с обмелением Соколовского водохранилища. Уровень воды упал на 3 метра, таяние снега практически не прибавило воды, да и на дожди рассчитывать не приходится. Объем ежедневного потребления воды составляет около 50 тысяч кубометров, ведь пьют Соколовскую воду жители близлежащих поселков города Красный Сулин и более 80% жителей Новошахтинска. Есть опасения, не останется ли Новошахтинск без регулярного водоснабжения. Как оказалось, проблема эта не нова и давно уже решается на уровне не только местной власти, но и областной. Ситуация отслеживается с завидной регулярностью. Сейчас уровень 135-10, перелив 138-25, то есть 3 метра еще набирать уровень. Когда в прошлом летом уровень воды начал снижаться, пришлось обратиться к соседям через границу. Там в это время шли бои и мало кого волновала ситуация с водой у соседей. Но по просьбе городских властей воду из Должанского водохранилища немного спустили. Однако полностью проблему снять не удалось. А в этом году очень трудно без тех водохранилищ, которые находятся на Украине. Нужно обязательно сделать подпитку для того, чтобы мы могли продержаться этот год. И вообще надо какие-то решения. Администрация города обратилась в компанию Донрека представить план резервного водоснабжения в случае недостатка воды в водоемах. До смешного доходит, когда мы представляем структуру, что прекратилась подача из Соколовского водохранилища, прекратилась подача по Донскому водоводу. Откуда брать воду? Пишут 32 гидранта из 32 гидранта. Ну смех. Они сухие будут. Откуда брать? И это официально подписывает ваш генеральный директор. А этого генерального директора просто-напросто подставляют его исполнители. Мы же сами эти ответы возьмем, соберем и все отправим к губернатору. Точно так же. Если будет дальше так продолжаться. Потому что нам это все не нравится и мы вообще-то к этому относимся достаточно серьезно. Понимая, что 100-тысячный город может в одно прекрасное мгновение оказаться действительно в ситуации, при которой не будет воды. Ничего конкретного нам не предоставили. Для того, чтобы возить цистернами питьевую воду, нам необходимо четко знать, где мы можем водозабор этой воды сделать. Тоже отписки идут. Но, по сути дела, откуда хотите, откуда и забирайте. Мы должны рассмотреть в этом плане три варианта. Первый – отсутствие Соколовского водохранилища. Второй вариант – отсутствие Донского водовода. И третий вариант – отсутствие двух водных источников водозабора. И как Донрека будет справляться в этой ситуации. Откуда воду поставлять. Где точки раздачи воды будут определены. Количество цистерн, необходимое для подвоза гражданам воды. Все это в этом плане должно быть учтено. Но никто ничего не делает в этом плане. Соколовское водохранилище, в народе именуемое корабль, – излюбленное место отдыха. Зимой здесь отменная подледная рыбалка. Летом прекрасный пляж. Теперь ситуация изменилась. И купаться летом придется с предельной осторожностью. Чтобы каждый человек, который приехал искупаться, реально понимал, что там глубина сразу 2-2,5 метра. Дно, которое было в прошлом году, позапрошлом году, оно совершенно изменилось. Рельеф. И особенно те, кто выезжает с детьми, они очень внимательно смотрели за этими детьми. Не разрешали им самостоятельно посещать сегодня это водохранилище. Потому что, если раньше там было до глубины 2-6 метров человек может проходить, то сегодня эта глубина сразу 3 метра может находиться буквально в полуметре, в метре от кромки. С проблемой Соколовского водохранилища на прием к министру ЖКХ Ростовской области пришли жители поселка Соколово-Кундючинский. Сергей Борисович Седаш объяснил, что с ситуацией он хорошо знаком. В принципе, уровень, который сегодня стоит, он нормальный уровень и способны водозаборы отлично работать. Единственное, что нужно держать вопросы, мы это сегодня держим на контроле, это наполнение. Все-таки это как пруд большой накопителей. И успокоил, меры принимаются. В настоящее время Новошахтинск в сутки потребляет около 4 тысяч кубометров воды из Дона. Принято решение увеличить ее поставки на город. Для этого необходимо провести реконструкцию Шахтинско-Донского водовода. И работы уже ведутся. Очень огромное количество мер принимаем. И в частности, строится водовод, который будет сюда метровый проходить. И в 2017 году, да? В 2012 году мы сделали, ну, проектирование сделали. Начиная уже с 2013 года и 2014 года строительства. 14 километров уже построено до Майской. До Майской. С третьего подъема от Шахт до Майской. Донская вода. Донская вода. Параллельно вот этой ветке, которая у нас сейчас существует, мы еще будут проходить еще тысячник. И доходить до центральных наших насосных. Сегодня идет проектирование насосной промежуточной и вот этой оставшейся части от Майской до Западной. Вот. В этом году проектирование экспертизы. На следующий год строительства. И где-то в конце года, в начале следующего года, ну, через год, будет пуск в сплавку. Насосная в поселке Майский, строительство которой начнется в 2016 году, является объектом межмуниципальным. Поэтому требует координации всех структур, задействованных в реализации проекта. Вот почему проблема водоснабжения Новошахтинска становится вопросом далеко не местного масштаба.